Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Ольга Рапунцель не знает, куда пристроить маленькую Василису. Несколько недель осталось Оле до дня родов, поэтому вчера она и ее супруг побывали в том самом роддоме, где появится на свет вторая малышка, обсудили условия сотрудничества и подписали контракт. Беременная участница очень рада, что остановила выбор именно на этом медицинском учреждении и теперь будет нахваливать его до самой выписки, в чем нет ничего удивительного, ведь очевидно, что даже рожатина будет за рекламу. Однако сколько бы не заплатили организаторы за то, чтобы их любимица оказалась в руках опытных врачей и в отдельной палате с супругом Дмитренко не разрешили взять с собой маленькую Василису, а они хотели это сделать на полном серьезе. При этом Рапунцель заявила, что роды у нее будут партнерскими и Дима Дмитренко непременно увидит тот самый момент, когда дочка только родится. Первым возьмет на руки и перережет пуповину. Но вот беда, куда же деть маленькую Василису, ведь Оля и Дима проведут в роддоме не меньше трех дней. Первым делом Рапунцель хотела обратиться за помощью к матери, однако и она сама и зрители уже поняли, что для Татьяны Владимировны Дом-2 и его гонорары значит очень много, поэтому нет гарантии, что та даст свое согласие стать бесплатной нянькой. Поэтому Оля рассматривает вариант того, что дочка несколько дней проведет с крестной, которая по совместительству является еще и сотрудницей проекта. Вот и задумалась участница о том, что же ей делать в столь непростой ситуации. Так может, не зря она искала для Василисы круглосуточный садик, отлично понимая, что ребенка необходимо куда-то пристроить. Самоизоляция погубила стройную фигуру Ксении Бородиной. Почти весь март Ксюша была вынуждена провести в режиме самоизоляции. И если первые недели был вынужденный карантин, так как она только вернулась из зарубежной поездки, то последующие недели ведущая сидела дома добровольно. А ведь Ксюша была жутко возмущена тем, что ее лишили возможности полноценно работать, передвигаться по городу, общаться с друзьями и родственниками. Но как только в Москве стали появляться первые заболевшие, а родственники из Италии рассказали о том, что творится в их стране, ведущая Дома-2 охватила страшная паника. Именно из-за боязни заразиться коронавирусом она отказалась сниматься в студии Бородина против Вузовой, ведь там полно приглашенных гостей, к тому же закрытое помещение, в котором они вынуждены проводить по 8 часов. Поэтому Ксения предпочитала трудиться на поляне, да и там ее можно было встретить нечасто. Зато в профиле Бородиной появилось очень много семейных фотографий. Сама она призывала народ придерживаться всех правил и покидать свои жилища только в случае крайней необходимости. Поэтому публика была очень удивлена, увидев Ксению в выпуске Бородина против Вузовой, где она ранее категорически отказывалась появляться. Исправившись с первым шоком, поклонников этой ведущей поразило то, как теперь выглядит их любимица. Дело в том, что длительное нахождение дома без работы привело к тому, что Бородина очень сильно поправилась. Даже модный оверсайз ее не спас, ведь можно прикрыть одежды фигуру, но куда спрятать пухлые щечки? В итоге Ксюшу выясмели и предложили срочно сесть на строгую диету, так как те несколько килограмм, которые она набрала, прибавили ей пару лет, что в ее случае очень критично. Ведь работа на ТВ обязывает выглядеть безупречно, молодо и красиво. Максим Колесников проболтался о суточном загуле Алены Савкиной. Молодая мамочка недовольна поведением бойфренда и уже устроила ему разбор полетов за выезд за периметр. Судя по всему, Савкину не устроило, что гулять и развлекаться Максим может и без нее. Впрочем, сам парень убежден, что имеет право на отдых в компании старых друзей, ведь свою Алена уже отгуляла. В пылу ссоры Колесников проболтался о суточном отсутствии Алены в периметре. По официальной версии, девушка отправилась к стоматологу, после чего навестила старшую сестру и заночевала в ее квартире. Вот только в подобное верится с трудом. Зрители убеждены, скинув Богдана бабушке, Алена вновь пустилась во все тяжкие. Правда, возможно, действительно отсыпалась у близкой родственницы, будучи не в силах вернуться на поляну. Иосиф Аганесян уверен, что в 2021 году Саша Черно родит еще раз. Черно рассказала о недавних переживаниях. Иосиф хочет стать отцом неоднократно. По словам Аганесяна, между детьми должна быть небольшая разница в возрасте. Поэтому он уверен, что в 2021 году Саша еще раз родит. Аганесян уже начал подготавливать Сашу к этому событию, потому что она изначально говорила, что не собирается рожать второй раз, и одного ребенка ей вполне достаточно. Но Иосиф уверен, что в его семьях принято иметь несколько детей. Поэтому Саша должна уважать их традиции и взгляды на жизнь, считаясь с ними и находясь в полной уверенности, что так нужно делать. Черно не настолько проста, как может показаться. Поэтому, возможно, Иосифу не получится ее оговорить на еще одни роды. Но он все же уверен, в 2021 году она родит второй раз. Саша, кстати, впервые рассказала о своих недавних переживаниях. По словам Черно, она очень боится за своего ребенка, который мог родиться не совсем здоровым. Черно понимает, что ее беременность не только ее, но и супруга, с которым она делится всеми переживаниями. Последние трудности возникли во время третьего скрининга. Но благодаря современным технологиям, Саша убедилась в том, что ее ребенок здоровый, и она сможет родить его полноценным, без каких-либо отклонений. Переживания Саши вполне объяснимы, учитывая, что она давно хотела стать мамой, но понимает, что из-за своего веса у нее не все так просто, как может показаться на первый взгляд. На субботнем голосовании коллектив отправил за ворота Татьяну Владимировну. В сети появились слухи о том, что на голосовании Дом-2 покинул Захар Саленко. Это не так, Захар и Яна уехали на выходные. Так кто же в итоге ушел? Для тех, кто не смотрит эфиры, на этой неделе в рамках ток-шоу в ордена против Бузовой, были номинированы три топовых участника – Захар Саленко, Валера Блюменкранц и Татьяна Владимировна. Сразу после номинации на лобном месте Блюменкранц решил проявить благородство и предложил Захару выйти на голосование один на один. Благородство – это, правда, крайне сомнительное. Зрители вообще не могут понять, почему Валера обхаживает Григорьевскую-старшую. Все прекрасно помнят, как он относился к собственной теще. Может, руководство попросило «ну да ладно». В итоге Саленко отказался. Он вообще не понимает, что делает на проекте взрослая женщина. Захар выступает за то, чтобы телестройка вернулась к прежнему формату и предлагает разогнать стекланы, семьи с детьми и так далее. Поклонники телестройки согласны с молодым человеком, однако из-за своей позиции Саленко и стал главным номинантом на уход. Есть еще одна причина – всеми силами ведущие пытаются заставить молодого человека жениться, а он отказывается. Они хотят, чтобы Яна и Захар из кожи лезли, чтобы победить в конкурсе «Свадьба на миллион», а ребята вообще отказались участвовать. Саленко заявил, что проект проектом, но отношения нужно проверять за периметром. Итог голосования. Большая часть коллектива проголосовала против Татьяны Владимировны. Ябаров плакал, клан Рапунцелей обещал покинуть проект в полном составе и казалось, что мечта зрителей сбылась, однако Ольга Бузова решила оставить Григорьевскую старшую на проекте, что было весьма предсказуемо. Анна Брянская уже на Доме 2. Вспоминаются слова Надежды Ермаковой. «Мы старых участников больше не возвращаем. На проект «Спаси свою любовь» еще да, если у этих участников есть проблемы в отношениях. А вот на Дом 2 старичков больше не будет». Вот только Аня Брянская выставляет в Instagram Stories, где находится на поляне и прекрасно себя чувствует. Не секрет, что девушки во время самоизоляции очень сильно упали доходы от рекламы в социальных сетях и нужно спасать положение. Почему бы не вернуться какой же раз в родные края, где бесплатно кормят, да и зарплату платят? До этого Брянская находилась в раздумьях и не хотела возвращаться на шоу. После последнего побега с поляной на нее обиделось руководство, так как она не выполнила их условия. Напомню, Аня пыталась построить отношения с Витей Литвиновым, постоянно пропадала в клубах и не возвращалась в оговоренное время. В итоге ушла через пару недель после захода. Теперь же Брянская довольная и снимает видео со всеми участниками проекта. Рядом с ней находится Маша Кахно. Вы рады такому возвращению или Брянской на проекте уже ничего не светит? Пишите свое мнение в комментариях. Александре Черно в декрете будет помогать младшая сестра. Для Саши выдались очень сложными последние дни съемок и причиной ее главной боли вновь стал Степан Меньшиков. Однако на этот раз Саша не решилась открыто конфликтовать именно с ним, пометуя о том, что ее коллега невероятно острый на язык и непременно ответит ей так, что она еще неделю будет потом рыдать из себя в комнате. Поэтому Черно напала на Ангелину, заявив, что та ворует ее креативной идеей, так как сама абсолютно не имеет фантазии, воображения и чувства стиля. Обвинение Саши позабавили даже ее супруга. Однако Ангелина-монах оказалась подстать своему избраннику, поэтому нашла, как отомстить обидчице, затронув одну из самых болезненных тем. Нет, Гелия не стала насмехаться над полнотой Черно, она просто передала слухи о том, что Аганесян изменял жене. После этих слов Саша решила, что после декрета не вернется на проект, потребовала от редакторов пересмотреть к их семье отношения, а иначе они отправятся в реальную жизнь, чтобы их малыш не рос в негативной обстановке. Спустя пару дней к Саше вернулась здравомыслие, или же пришло очередное уведомление из банка о следующем платеже. Поэтому свой пост она сразу же удалила и рассказала о планах на будущее, в которых теперь будет присутствовать ее младшая сестра. Девушка поделилась, скорее всего, на время декрета, заберу себе свою сестру, будем периодически приезжать на поляну. А это значит, что слухи о приходе на проект Татьяны Щербаковой были не напрасными. К тому же, есть большая вероятность того, что именно Таня ей будет помогать с малышом после декрета. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!